пенка ошпарила сейчас я ну как аж чётко и так понятно как отвечать тем то что нужно отвечать только словом божьим это это ясно давно и это работает так здорово что уже никто больше и и не задает вопросов когда ответил словом божьим и вот относительно отцу в церкви вам нужно вам нужно читать отцов церкви что сказаться что скажут святые отцы вам нужно то вам нужно мне нужно не нужно бога слушаться мне нужно читать слово божие мне нужно молиться и соединяться в едином духе святом чтобы понять истину как это сейчас произошло просто в мгновение а ведь я спала вообще подскочила как будто вообще чуде было а ведь я спала и так о чем я царство небесное внутри меня есть я возделываю его и господь всегда со мной дает мне ценное указание ценнейшее указание а вот что касается свободы воли нашей которую опять же господь наделил нас ему не нужны жертвы ему нужна наша любовь и милость вот здесь человек уже выбирает он волен и если человек разделяется сам в себе мы называем это лицемерием это такая мерзость в очах господа сейчас просто подумайте вам одни говорят одно а другие говорят другое и те и другие якобы опираются на священное писание на слово божие а как такое возможно а такое невозможно сам иисус сказал царство разделенное само в себе она разрушена будет я нет ни один дом нибудь не устоит разделенный сам в себе вот и происходит что человек человек лицемерит он думает об одном но говорит он совсем другое если в мире люди еще могут купиться на эту ложь на эту мерзость то господь все видит такая отвратительная вещь лицемерие это такая гадость поэтому он говорит вы духа святого слушайте не угошайте его в себе читайте слова возрастайте возрастайте и вот самарянка у колодца с иисусом нам говорят в иерусалиме нужно поклоняться отцы наши говорят вот на эту гору надо ходить поклоняться вот вам разделение вот уже разделение вот в голове этой молодой женщины вот что творится в головах людей одни одну другие другой для меня никогда седина не было признаком мудрости не бороды от рощины никогда это чисто такое стереотипное мышление что если перед вами стоит седой старый человек тот обязательно умудренный опытом он все вам разложит по полочкам и он вам все скажет так как должно нет еще раз нет лично для меня нет иного авторитета чем дух святой я уважаю старость я уступлю место я не буду перечить даже если человек не прав я попытаюсь как-то мягко сказать в духе если слово появится но я уйду я отойду от такого человека зачем чтобы чтобы ну здесь чисто элементарно воспитание воспитание я не буду я не буду с ним сражаться биться зачем зачем иной младенец глаголит истины устами младенца человек человек почему-то считает что вот старцы отцы церкви нужно слушать их нет нет и еще раз нет вы можете читать вы можете знакомиться вы можете обращаться к толкователям но во вторую в пятую в десятую очередь у нас есть самый великий толкователь один у нас отец на небе один отец один учитель один ходатай один первосвященник иисус христос один а людей много а сколько людей столько мнений у одного одного другого другое поэтому это самарянка стоит и говорит так искренне а вот в иерусалиме она вот говорят на горе что ей сказал иисус что он ей сказал наступит время придет время и уже пришло когда и не в иерусалиме и не на горе поклоняться будете почитать господа бога молиться а в духе и истине вот прямо я не знаю почему человек такой упрямый ну почему такой упрямый ну есть же священное писание есть же слово бога оставлено ну есть же слово господа он же оставил и дух святой селюсь в них и буду жить в них и они будут моим народом я буду их богом буду все время в них но понимаете читайте святых отцов это кто мне такую заповедь оставил господь бог читайте святых отцов он мне такой заповеди не оставлял вот уважать старость и заповедь с обетованием пятое почитай мать и отца родителей своих с уважением делай все для стариков ибо они немощны когда-то ты была Наташа немощная тебя мыли тебя носили на руках с ложечки кормили учили ходить а теперь ты маму моешь а теперь ты ее водишь и теперь ты ее с ложки кормишь она не может уже ложку держать в руках все поменялось и так как мы с вами здесь в этом мире смертные плоть наша клена господь нам эту заповедь оставил почитает сайма почитает сайма речь идет о биологических родителях о биологических родителях которые по плоти дали тебе жизнь нотаж так что я друзья мои все больше и больше утверждаюсь убеждаюсь не надо засорять нашу головушку не надо а тем более давить на меня а вы святых отцов читали а что святые отцы говорят простите я слушаю духа святого я обращаюсь к первоисточнику к первоисточнику не надо меня раздваивать расстраивать слово расстраивать она расстроилась я никогда не задумывалась она расстроилась и на самом деле у вас одна мысль вторая третья и вы расстроились как инструмент и уже ничего то не сыграть сплошная фальшь надо настраивать а настрой только один бог святой господь бог всемогущий отец сын и дух святой его слово и мы возрастаем и мы поклоняемся в духе истине и мы поклоняемся в духе истине почитаем вся честь и слава тебе господь всемогущий бог всемогущий бог к людям старым уделенных сединами и среди них немало бодрых людей у меня уважение уважение к их возрасту к их жизненному пути у них большой жизненный опыт и такое счастье когда перед вами стоит старец мудрый старец и говорит вам в духе истине почитай господа бога своего поклоняйся только господу богу своему слушай духа святого и будешь на верном пути возникает желание в духе здесь и сейчас поклониться господу воздать ему славу всю славу воздать ему и злиться в благодарении это что же куда-то бежать нужно для этого никуда не нужно бежать дух святой внутри царство небесное внутри нас есть с царем господь царь царь царей господь господствующий куда люди бегут куда бегут какие горы куда бегут здесь и сейчас возникает желание и таких желаний в течение дня возникает столько так же как иисус сделался источником воды внутри нас мы никогда не будем жаждать у нас всегда все при нас личное личное не надо ходить никуда где-то черпать иисус иисус становится источником живой воды в нас той же самарянке он об этом говорит у колодца здесь и сейчас возникло желание славить славить господь благодарить его поклониться поклониться иисусу за то что он сделан для нас воздать воздать всю хвалу за его триумфальную победу это должно возникать в духе истины а не по расписанию и не с конкретным каким-то местом куда нужно ходить это же абсурд это же понятно как день но если свет вас есть тьма то какова тьма господи как ты велик что это было я же заснула я спала его меня как док святой поднимает постарайтесь вставай дочина для меня это еще откровение относительно относительно единство господа единство я в отце отец с вами дух святой дух святой дух святой дух святой дух святой бог есть и мы должны быть и мы должны быть одним целым молиться почитать господа бога каждое мгновение находиться в настроенном состоянии в настроенном состоянии выберешь в духе и истине пребывая в духе и истине и и когда мы задумались как мы часто раздвоились расстроили царство разделенное само в себе никогда не устоит никогда нет должного фундамента одно основание Иисус Христос Аминь